МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет программу «Время говорить» обзор главных тем и событий рязанской жизни по версии наших авторов. Коротко о том, что, по нашему мнению, было достойно зрительского внимания в первую очередь. Этот день не забудем. В Рязани прошли акции в память о дате начала Великой Отечественной войны. Новый руководитель Рязанского государственного университета рассказал нашим авторам о начале приема в альмаматор. А теперь обо всем подробнее стало известно, что Тульский арбитражный суд признал рязанскую нефтеперерабатывающую компанию виновной в нарушении экологического законодательства. Напомним, наша региональная природоохранная прокуратура совместно с экологами зафиксировала на одном из очистных сооружений компании превышение норм выбросов сероводорода. Росприроднадзор с этим согласился. Нефтяникам присудили 80 тысяч рублей штраф. Деньги для могучего промышленного монстра небольшие. Однако нефтезавод пошел на принцип. Такое решение оспорил в арбитражном суде. Тогда прокуратура обратилась в суд в высшей инстанции, в Туле. Ответственность за нарушение лежит на нефтекомпании. Признал суд. Это в продолжении многих публикаций и репортажей по поводу сражения рязанцев за чистый воздух и свое право не жертвовать здоровьем во имя чьих-то там коммерческих интересов. А позже в 4 часа утра 22 июня здесь же на Скорбящинском воинском мемориале прошла акция «Я помню». Вместе с молодыми волонтерами, пришедшими к вечному огню комплекса со свечами памяти, можно сказать, в одном молчаливом строю прибыли и ветераны, и политические деятели региона, и его руководители. День памяти привел всех в одно место. И в тишине раннего утра только горел вечный огонь, и вторили ему дрожащими лепестками пламени скорбные свечи, и тихо постукивал дождь по плитам мемориала, и легонько почти неслышно звенели боевые награды ветеранов. Сохранили они свой малиновый голос, медали и ордена Великой Отечественной. Переговариваются друг с другом в уже далеко не плотном строю ветеранов-победителей и 9 мая, и 22 июня. Вспоминают былое, говорят о будущем. Ибо всегда останется истинной древняя мудрость. Кто не помнит прошлого, у того нет и дня завтрашнего. А потому не только в День Победы надо размышлять об уроках истории, а и в такой трагический для страны день. Негромко звучат слова, обращенные к памяти павших. Кажется, не громче потрескивание фитилей, установленных на мемориале свечек. Нет и залпов воинского салюта. Не сегодня все это. И пламенные речи, и традиционные залпы. 22 июня вспоминают тех, кого не стало в Великой Отечественной. Старики и зрелые люди вспоминают навсегда молодых, даже юных солдат, принявших первые, а кто и последние пули и осколки самых кровавых сражений, самой страшной войны в истории всего человечества. Рязанцы пришли на мемориал к 4 утра сами. Приехали на специально пущенных автобусах, на велосипедах, несмотря на дождь. Пришли для того, чтобы зажечь свечи памяти, да и просто постоять, вспомнить то, чего никогда, даст Бог, не увидят и не узнают воочию. Перед собравшимися в то утро на мемориале выступил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. Мы вспоминаем тот беспримерный подвиг, которому не знало сравнение мировая история. Мы вспоминаем те трагические события для нашего народа и нашей страны. Мы вспоминаем десятки миллионов жизней, которые были отданы за свободу и независимость. Отблеск вечного огня на лицах, на медалях, на бронзе памятного мемориала, ранним, еще хранящим ночную тьму, утром, не так заметны морщины на лицах ветеранов и как-то непостарчески сильно уверенно звучат голоса уже легендарных солдат, защитивших в ту войну свою страну и весь мир. Здесь присутствует наша молодежь. Дорогие ребята, именно любовь, патриотизм, эту эстафету мы передаем вам. Именно от вас, ребята, будет зависеть судьба нашей страны. Здесь присутствуют участники войны. Я им желаю, живите долго, творцы победы. У нас еще не все доделаны дела. Пусть, как яркие звезды на небе, потомкам сметят наши имена. И еще о рязанских торжествах. Сегодня состоялся многотысячный крестный ход в ознаменовании 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, величайшего подвижника русской земли. Современник писал о нем. Тихими и кроткими словами отец Сергий мог действовать на самые загрубелые и ожесточенные сердца. Он часто примерял враждующих меж собой князей, благодаря чему, ко времени Куликовской битвы, почти все они признали главенство московского властителя Дмитрия Иоанновича, названного впоследствии Дмитрием Донским. Именно у Сергия Радонежского получили Донской и его бояре благословение на историческую битву. Напомним, Рязанская земля накрепко связана с жизнью и деятельностью святого Сергия, потому и юбилейные торжества проходят у нас весьма широко. Действительно, из жития святого и других древних исторических источников известно, что духовная деятельность преподобного Сергия Радонежского напрямую связана с Рязанской землей. Сергий Радонежский стал фактическим основателем культа Святой Троицы, священного первообраза любви и согласия. Одним из важных деяний Сергия Радонежского, безусловно, является примирение двух великих князей Дмитрия Донского и Олега Рязанского. Именно его посредничество тогда способствовало заключению между обоими правителями вечного мира, который заложил прочные основы для возникновения российской государственности. Не было бы преподобного, и вряд ли бы битва на Куликовом поле стала возможной. И кто знает, когда бы русские дружины смогли объединиться против общего врага. Идея единого народа, единой земли и государственности сейчас актуальна как никогда. А потому юбилейные торжества в честь рождения Древнего Святого в эти дни для нас особенно важное событие. Рязанские либерал-демократы на днях выезжали в специальный рейд пункт назначения Рыбновский район. Дело в том, что Рязанское региональное отделение ЛДПР использует в своей работе подразделение партийно-народного контроля, которое весьма эффективно действует в интересах жителей. В этом убедилась Оксана Тебенихина. Жители улицы Большая, которая расположена в городе Рыбном, находятся в крайнем недоумении от того факта, что некий коммерсант планирует строительство то ли магазина, то ли бара непосредственно под окнами их квартир. Мало того, что по соседству с огороженным забором участком уже имеется малопочтенного вида ларек. Так еще и располагается он над канализационным коллектором. На помощь местным жителям незамедлительно прибыли инспекторы народного контроля партии ЛДПР. Девять лет тому назад наша борьба началась. Это очень давно. Мы пытались по-хорошему объяснить людям, что здесь нам магазин не нужен, что он не просто не нужен нам, а просто он ни по санитарным зонам не проходит. Дорога, развязка, выезд со двора, тупиковый, в принципе. Ну вот как-то так. Нас власти не слушают. Еще одной проблемой стало то, что поставив забор, предприниматель лишил жителей района тротуара. В округе проживает много молодых семей с детьми. И такие действия, по их мнению, являются прямой угрозой жизни и здоровью малышей. Когда не было еще забора, стоял просто магазин. Молодежь практически только здесь и жила, как говорится. В окно все слышно, все эти звуки, музыка громкая и так далее. И я думаю, что просто здесь это не исключено. Я категорически против этого. Прежде чем начать строительство, предпринимателю, конечно, следовало бы привести в порядок прилегающую к уже имеющемуся магазинчику территорию. Залежи мусора, трава по пояс, а также вечно пьяные посетители злачного синего дворца привели его фасад в крайне плачевное состояние. Если нарушенные права данных людей подтвердятся, мы, безусловно, будем этой ситуацией заниматься, будем разбираться, почему, на каком основании здесь планируется данное строительство. Будем отправлять соответствующие запросы. Я думаю, что начнем мы с областного уровня. Если на данном уровне нам ответ будет не дан или дана отписка, тут, конечно, ни в коем случае не хотелось бы никого охаивать, но, к сожалению, бывает порой, что наши чиновники выдают нам простые отписки, тогда мы будем выходить на федеральный уровень, разговаривать с нашим депутатом с Государственной Думой и, соответственно, направлять от него уже запросы в соответствующие инстанции. Руководители регионального отделения партии либерал-демократов пообещали помочь жителям Рыбного всеми возможными способами. Тем более, что подобная практика у ЛДПРовцев имеет место быть. И пока недобросовестные чиновники на просьбы людей о помощи дают лишь отписки, простым гражданам необходима конкретная поддержка. И заручиться ее они всегда могут у представителей либерал-демократической партии России. Едва отгремели первые страсти вокруг сдачи единого госэкзамена, как российские вузы начали собственные приемные дела. Вчера, образно говоря, оттолкнулась от причала приемной комиссии Рязанского государственного университета. Не все выпускные еще отгулины, а первая волна абитуриентов уже нахлынуло в РГО. За минувшие два дня в университет было подано аж 60 заявлений на поступление. Если сравнивать работу приемной комиссии этого и прошлого года, то основные или принципиальные изменения, они в первую очередь связаны с контролем тех списков, которые мы формируем ежедневно по бюджетным и внебюджетным поступающим абитуриентам. Для удобства абитуриентов на сайте университета теперь отображаются списки поступивших. Принцип составления этих самых списков опирается на рейтинге результатов ЕГЭ. Чем выше балл, тем больше шансов на поступление. Список регулярно обновляется. Министерство и Рособранадзор онлайн отслеживают через интернет все списки. То есть мы ежедневно обновляем списки подавших заявлений с их баллами и, соответственно, эта информация должна быть максимально актуальной и обновляться своевременно. У нас для этого все возможности есть. И последнее на сегодня в эту субботу отметили профессиональный праздник служебные собачки, ну и, конечно, их партнеры и друзья-кинологи. Уже 105 лет как четвероногих лохматых друзей человек тренирует для возвышенных целей охраны мирового порядка и спасения людей. И вообще даже созерцание птиц и животных благотворно действует на человеческое сознание. В этом убедился Глеб Галушкин, возвращаясь из служебной командировки. Вот какую зарисовку снял он в Рязанском районе. На территории спортшколы конно-спортивного клуба «Виктория», как оказалось, проживают, кроме самих лошадей, в уютных вольерах и другие представители животного мира. Это ламы, козы, кролики и декоративные лошадки-мини-хорсы. А некоторое время назад в небольшом зоопарке спортклуба появились две пары лебедей. Считается, что птицы в неволе, в том числе и лебеди, очень сложно размножаются и вообще приживаются. Но недавно сотрудники заметили, что пара черных лебедей перестала вместе плавать в водоеме. Птицы покидали свой домик лишь по отдельности. К лебедю у нас появились одновременно и черная пара и белая пара. И вот в этом году у нас черная пара обзавелась, вот скоро у них маленькие будут. Так что спортсмены и посетители ждут прибавления в лебедином семействе. Напомним, эти птицы символизируют собой семейную верность и любовь. А потому у них есть чему поучиться и нам, людям. На сегодня наши темы исчерпаны, но на одной мы все-таки задержимся особо. Речь вновь пойдет о Великой Отечественной войне, которая стала не только главной в истории человечества, но и разменной монетой в политических играх, идущих до сей поры. Каждую историческую веху сейчас в наши дни стараются пересмотреть в ту или иную сторону, в зависимости от, так сказать, злобы дня. Вот уже и значение борьбы советского народа с германским фашизмом. Нивелируется западными историками как только возможно. Об этом мы поговорим сегодня с нашим экспертом, политологом Юрием Мастяевым. Так что до скорой встречи в эфире программы «Подробности». Всем удачи! Редактор субтитров А.Семкин